Можно... кто вы? Инспектора патрульной службы. Мистер Житомир Фанкевский Юрий Викторович. Фанкевский Юрий 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 Юрий. А, Юрий Викторович. Юрий Викторович, вот скажите, у меня есть такая бумага, да? Можно? Да, пожалуйста, я вам даю ее. Шо она там делает? Дело. Чего оно там находится, вот. Так, дивиться ж. Ну я дивлюся, да. Внажешь заборгованность на загальном суде 510 грн. Да, и что? Из какого привода у меня заборгованность? А я вам объясню, с какого привода. А я вам расскажу, да. А с привода того, что у меня было выписано постановление патрульной полиции. Да. Ну и в установленные сроки было написано заявление в патрульную полицию. Так. Было подано в суд. Так. Было выиграно дело мной, да, было. Какого бена оно туда попало? Оно должно быть у вас было. Вы не должны были его пересылать, понимаете? Ни в коем случае. Потому что... Я вас попрошу. Я вас попрошу. Попросить мимо. В моей присутности, образливыми словами, а брутально лайкуют, не высловливайтесь. Бен? Какого бена? Это брутальная лайка? Так. Я уважаю это. Ну если вы уважаете, можете написать 173 статю. Я вам даю документы со сказками на меня по протоколу. Я вам роблю зауваживание на него另外. Я 정도 business.. Я зауваживаю. Тогда вы нести мне постановление. Я зауваживаю. Я вам говорю, вы не делаете мне зауваживание согласное 22 статю, да? Я вам зауваживаю. Я говорю. Вы неochаетесь, вы не critи archive. Зауваживание? Не вы. Не хочу сказать я еще раз говорю. Если вы не делаете зауваживание находится economy. постановление, согласно 284 статью этого административного кодекса. Прочитайте административный кодекс 284 статью, так четко написано, что устное зауважение выносится постановление про закрытие справы. Я вам еще раз расскажу. Не маете божания, вы будете дома. Если вы сотрудник полиции, вы должны быть божаней. Хорошо, все, мы успокоились. Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, хорошо, спокойно в форме. Почему это дело было первой на выполнительную службу? Будь ласка, заяву в канцелярию напишите, вам ответ прийде в письмовой форме. Я бачу и принимаю решение, чтобы будет более корректно и доцельно общаться с вами в письмовой форме, а не в письмовой форме. Я хорошо, все. Я вас нормально спрашиваю. Вы понимали? В канцелярию, второй кабинет, там заяву пишите, вам письмова ответ прийде на вашу адресу, яку вы вкажете, где вы проживаете або на которую вы имеете божане. Вы это не можете мне дать. Вы меня не зрозумели. Не, я вас не зрозумел. То я вам еще раз поясню. Я вас еще раз спрашиваю. Я вас еще раз спрашиваю. Почему было выслано в виконавчую службу это дело? На каком основании? Я вам еще раз пояснил. В канцелярию напиши заяву. Хочу. Но я вам делаю устно в зварене. Вы можете написать заяву? Согласно закону про зварене напишите заявление. Чекаю. Чекаю, да. Вы будете писать. Нет, вы будете писать. Смотрите, знаете, есть закон про зварене. Смотрите, я вам расскажу. Есть закон про зварене. Я вам объясняю. Согласно законодательству. Нет. Слушайте меня сюда анимательно. Слушайте меня анимательно. Из законодательства. Я вам покажу закон про зварене. Там оно пишется или устно, или письменно. Если оно говорится устно, слушайте. А бы посадовала особо, а бы можно... Ну давайте будем как-то говорить, вы все сказали. Я все сказал. Теперь я говорю, у нас звернение есть устная, да, заява, або письмова. Если я говорю устная, кто-то должен писать на ней, правильно? А кто должен писать? Правильно, посадовая человек. А посадовая человек это вы, до кого я вернулся. Вы можете, Сергей Иванович, так я не знаю, вы можете написать заяву власноруч. Нет, я хочу, чтобы вы написали, я не имею сейчас физическую возможность, и мне болит рука. Вас болит рука? Да, да. Вы можете написать? От вашего имени? Да, а я подпишу, как-то, и напишу, как получится, из моих слов написано вирно. Да, да, саме так будет. Чекайте тогда. Все, добре, я ждал в принимательных работах. Это вы, Давид, да, постановку? Да, смотрите, вот, начинается вопрос, вот мне приходит письмо, ну, такое письмо. Что я должен 510 гривен, да, все, я тебе разобраться. Я сегодня прихожу в экономический служб. Спрашу, а по какому поводу у меня эта задолженность? Ну, задолженность, потому что я, как бы, у меня задолженности нету перед этой стороной. Ага. Они говорят, а у вас штраф есть, который вам полиция выписала. А, это изначально, то есть еще было, да, вы ее оскарживали, да, да. Да, смотрите, так, дело в том, что, смотрите, я согласно законодательству, написал заявление в полицию, подал позов до суду. Да, да, да. Это же вы... Да, суд в первой инстанции я выиграл. Это первая инстанция, да? Вот, полиция подала в операционный суд, им отказали за неуплату. Чего это дело было передано в выполненную службу? Вот это мнественный вопрос. Почему? Если оно должно было быть у вас, оно приостановлено, проваживание, то оно было дело. Сергей, давайте, значит, так, постанова была выписана, значит, 10-го, 05-го, 16-го, да? Да. Так, раз, поехали, значит, 10-го, 05-го, 16-го. У нас вы не оскарживали, напрямую на суд. Не, у вас, я у вас оскарживал. Я у вас оскарживал. Ага, хорошо. После того, как вам, какая была ответственная? Задовольнили вашу... Не, подавали на суд. На суд. Не помните, какого числа было? Не, ну, это, 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 Сергей Леонидович Ганский. Ганский, да. Вот это он должен быть. Ага, ну, хорошо, ну, хорошо, берем, значит, так, например, 10-го, 05-го, 10-го у нас оскаржения, да, это будет, значит, 10-го, 05-го, 20-го, 05-го. Нет, подожди, я вам скажу так. Я даже в те сроки вложился. Вложились, да? Подать в суд, да. А, по-моему, я отсылал на вас в виде звать. А коли вам пришлось, вконавщик? Ну, вот оно вообще пришло. Оно пришло мне 10-го, 11-го, но вызывали меня 10-го. Месяц, месяц, месяц. Ну, вот это то, ноябрь. Ноября? Да, они сказали, что я уже полгода должник вообще. Какой нехороший человек должен страниц денег, а не являюсь. Сказали, что арестуют все мое имущество. По-моему, я на вас... Прикатаю собаку. По-моему, на вас я ведь сылал в виде звать, поскольку было сказано. Ну, вот я не знаю, как бы... Давайте я разберусь сегодня... Да, разберитесь с этим вопросом. И я вам наберу. Не, если даже мы не отправят, то оно по-любому пойдет на отправку назад. Потому что вот есть ухвала, все есть. Ну, да, но дело еще не закрыто. Дело сейчас находится в высшей университете, на суде. Дело еще не закрыто. А, еще не? Нет, еще не закрыто. Еще будет, я чувствую, европейский суд. Так, подожди. А, первый суд первой инстанции, значит, что? Я выиграл, да. Ну, а далее, что оно пошло во вторую? А дальше уже полиция подала. А, так, так, дальше. Дальше уже департамент полиции подал. Хорошо, можно я копию сниму, чтобы она уже будет у меня? Да, да, да. Я вам сегодня до конца вечера, номер тот же, да? Да, да. Все, хорошо. Ну, вы сейчас сделаете копию, да? Нет, копию я сейчас сделала, что он меня... Спасибо, да. А, по-моему, он на вас я отправлял в виде звать. Я не знаю, кто куда отправлял, но вот такая ситуация была.